Дорогое собрание, братья и сестры, приветствую вас! Мир вам! Так быстро идет время, и быстро проходят дни, быстро проходят недели, месяцы и года. И мы, бывает, не часто встречаемся, говорим друг другу комплименты, но, по крайней мере, это только комплименты. На самом деле оно не так. Мы, кто-то взрослеет, кто-то стареет на ком-то отпечатке каких-то других следов. Поэтому, ну, такая жизненная правда. Время берет свое. Но давайте скажем слава Богу, что Господь сохранил нашу жизнь, и мы благополучно встретили этот день воскресный. Сегодня утром мне позвонила сестра Инна Лусевич и попросила Василия Михайловича, если можно помолиться о моем папе. Он длительное время в реанимации в городе Лунинце. И вчера врач сказал, готовьтесь, потому что, возможно, эта ночь будет для него последняя. Ну, он пастор церкви, пасторское служение нес в деревне Дубовка, Луинецкий район. Но она звонит мне утром сегодня, что он жив, ну, нездоров, по-прежнему в больнице, но то, что было сказано врачом, оно не сбылось. И она попросила, если можно помолиться, может быть, в начале собрания поблагодарить Господа и попросить, чтобы Бог благословил и как-то уступился. Ну, естественно, будем молиться, да будет воля Его. Поэтому вот такая нужда. Я знаю, что у нас всегда много других нужд. Впереди родители с детками будем иметь отдельную молитву о благословении детей. Я читаю 145-й псалом перед нашей первой молитвой. «Аллилуйя! Хвали душа моя Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив! Буду петь Богу моему, доколе есть Ним! Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа, Бога его!» До этого места я прочитал. «Буду восхвалять Господа, доколе жив! Буду петь Богу моему, доколе есть Ним!» Здесь глубокая истина, очень простая, но очень правдивая, что я могу что-то сделать, и добрые дела сделать, и Богу поклониться, и Его прославить, и спеть для Господа, пока я жив. Пока я есть, я что-то могу делать. Но когда дыхание прекратится, когда сердце перестанет стучать, когда жизнь прекратится, вместе с тем прекращается все то, что свойственно живому на земле. И хочу в этой связи заметить, что мы должны просто спешить. Когда-то, перед тем, как не стало нашей Вали, мы увидели, что она бегом-бегом, и туда бежит, туда едет, туда спешит. Я спросил Вали, а куда ты так? Она говорит, папа, я хочу успеть побольше. Но не знали ни мы, не знала и она, что там было очень мало времени отведено. Да, в принципе, у нас у каждого Его не так много этого времени. Поэтому, Господи, помоги нам распорядиться им разумно, мудро, чтобы, когда встанем перед Его лицом, нам не пришлось краснеть и оправдываться, почему мы так мало времени посвятили делу служения Богу. И 5 стих, я повторюсь, «Блажен, кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа Бога Его». Давайте помолимся о благословении этого собрания. Господи Бог наш, мы сердечно благодарим Тебя за этот день воскресный, который Ты дал нам Божий. Благодарим Тебя и славим за то, что Ты был милостив к нам и продлил нашу жизнь, Господи. Мы благополучно встретили этот день и собрались вместе, чтобы поклониться Тебе, чтобы прославить имя Святое Твое, понимая и сознавая, что мы еще живы, что мы еще есть, Господь, что мы еще на этой земле, что мы еще в дороге. Нам еще кое-что позволено, кое-что доступно, Господь. И наше желание, молитвенная просьба и ходатайство, чтобы Ты помог нам мудро, разумно, правильно распорядиться тем временем, который Ты уверил нам, Господь. И эти немногие года, месяцы, дни, часы и минуты, Господь, они так быстро проходят, а вместе с ними уходят и шансы, и возможности, Господь. Поэтому благодаря Тебя за этот день воскресный, за то, что мы вместе, дай в этом собрании воздать Тебе достойную хвалу, потому что Ты достоин, Ты Бог на небе, Ты Бог на земле, Ты Бог в жизни каждого из нас, Твоих детей, Господь, аллилуйя, 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 Создатель милосердный. Твоя охрана защиты была над нами, Ты давал нам хлеб насушенный, Ты давал нам все нужное для жизни и благочестия, и сердце наше преисполнено Тебе благодарности, Господь. Мы нуждаемся в благословении этого утреннего собрания. Духом Святым благодатью и силу и пребудь, и употреби тех, кто будет проповедовать, кто будет петь, Господь, слушающих прославься, и во всех нас добудет возверечно прославлено имя Твое, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Мы остаемся на ногах, хор споет. Хвалите, Господа, хвалите, Господа, Хвалите, Господа, все народы. Хвалите, Господа, хвалите, Господа, все народы. Прославляйте, прославляйте, прославляйте Его. Расславляйте, прославляйте, прославляйте Его, все племена. Ибо велика милость Его к нам, истина Господня пребывает во век. Истина Господня пребывает во век. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Благословен Ты, Бог наш. Благословено имя Твое, Господь. Ты единый славы достоин, Ты единый хвалы достоин. Тебе, Господь, мы поклоняемся сейчас. За тот счастливый жребий, который выпал для нас, стоя сегодня пред лицом Твоим Святым Отец Небесный во имя Иисуса Христа. Слава Тебе! Слава Тебе! Поклонение Тебе! Величие Тебе! Абва Отче! Господи, благослови сегодня каждого прищащего на себе место. Благослови Твоим благословением. Наполни Твоей благодатью. Наполни Твоим миром. Любовью Твоей, Господь. Даруй сегодня освящение. Тобой сегодня правда Твоя, Господь, наполняет сердце. Хвала имени Твоему Святому. Тебе единому поклонение. Хвала, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Всеми скажем славу нашему Господу. С Её служение, которое предоочами нашего Господа, по верному своему обещанию, Он всегда пребывает с теми, кто собран во имя Его. Хвала на Бог. Аминь. 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 Пусть сегодня Твоё сердце будет открыто для славы имени Господа нашего. Аллилуйя Ему. Интересное сегодня служение начато из того, что короткие дни, и мы здесь живём, и они проходят быстро. Когда я к бабушке Марине зашёл, она говорит, будильник стоит. Ну, я её накрутил, сейчас уже батарейка. Я это накрутил, она говорит, о, о, говорит, идёт. Понимаете, часы идут, годы бегут, а дни бегут, а годы летят. Я читаю священное местописание книга Даниила, 12 глава, 2, 3 и последний стих. И многие спящие в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звёзды навеки навсегда. И 13 стих. «А ты, Даниил, иди к твоему концу, и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». А ты, Даниил, иди к концу своему, и успокоишься, и восстанешь в конце дней для получения жребия твоего». Так быстро проходит время, и мы, живя христианской жизнью, идя за Господом, или ходя перед дочами Господними, время так быстро проходит, и однажды мы пристанем пред Господа. И об этом конкретно, ясно заявил сам Господь, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих сказано, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое, и верующий у пославшего меня, имея жизнь вешеную, и на суд не приходит, но перешел о смерти в жизнь. И изыдуть, творившее добро в воскресении жизни, а делающие зло в воскресении осужения». Истинно, истинно говорю, говорит, слушающий слово мое. Слушающий слово мое. Христос далее добавлял, еще в другом месте, слушающий и исполняющий. Если бы только послушать, еще веровать, что отец послал его, но вот еще стоит вопрос исполняющий. Исполняющий. И за этим вторая часть наших обязанностей – это исполнить то, что мы сегодня слышим, то, что Господь положил в сердце, и то, что упало на почву добрую нашего сердца, которое вот там возрастает и приносит плод. И приносит плод. Уже первая молитва была для того, чтобы делать добро. Знаете, молиться за других – молиться за других – это тоже добро. И те, которые делают добро, говорят, изыдует воскресенье жизни. И знаете, это получение жребия. Жребия. И однажды мы придем к концу наших дней. К концу наших дней. В 89-м Салме сказано, что дней жизни нашей не так уж много. 70, при большей крепости 80. И они проходят быстро. И говорят, и мы летим. Когда я смотрю пятую главу бития, там 930, 969, 945. Люди жили. И на протяжении этой жизни можно было очень много сделать добра. Правда? А что можно успеть за эти 70-80 лет? Мы даже в ученом служении ограниченный временем на 20 минут. Понимаете? Вот мы быстро так. Все быстро. За эти 70-80 лет вот надо все быстро. Проповедовать надо быстро. Жить надо быстро. Все быстро делать, чтобы успеть. Успеть. И у нас никогда нету времени, чтобы успеть делать добро. Так не хватает времени. Вот на все хватает времени. Даже вот так без дела посидеть. среди белого дня сделать тихий час. Время есть. А вот делать добро, чтобы получить в конце дней жребий, хорошие жребий, почему-то времени так мало мы отмираем. Отлаживаем на это время очень мало. Вот на все у нас времени вроде бы как даже и лишнее. А на это всегда мало, чтобы делать добро. Даниил, которому Господь сказал «А ты, говорит, иди к концу своему», жизнь его не была из легких. Еще в самой юности, в самом там отрочестве он попадает в плен. Вы когда-нибудь были в плену и понимаете, что такое плен? Я встречал бабушек, дедушек, которые были в плену в Германии. из них не рассказа, когда они голодали, там пухлет голод, непосильный труд. Так, с большего рассказа. Ну, они рассказывают, вроде бы, как понимаешь. Но не поймешь, когда сам не будешь в этом. Никогда не поймешь, когда ты плачешь над гробом любимых. Никогда не поймешь, другой не поймет, когда ты это не переживешь, когда тебя сильно болит. Я в конце буду еще просить церковь и тех, которые хотят делать добро, помолиться. Здесь, в Бресте, слунинце нашего города, лежит сестра Тасяна Мамчис, ее муж с сыном, малым, и ей сделали операцию, пересадку на почки, и малому делали пересадку, и она в реанимации сегодня лежит, а ее там, малая операция не прошла хорошо, в Минск направляют. Я буду сегодня вас всех просить об этом молиться. Это тоже частица добра, которую ты сделаешь сегодня от искреннего сердца. И Даниил прошел вот такой сложный путь, сложный путь, пленение, а после испытания веры, и не просто испытания веры, вот так вот, если бы сегодня, я вам скажу, однажды как-то есть такой вот, у нас, ну, как юмор говорит, когда Христос в горнице был, знаете, устлана, убрана, еда расставлена, вот, возлежали все, и так было хорошо, начали спорить, а кто больше из них в царстве будет, вот, начали спорить, говорить, рассуждать, а когда пришли, пришли, как некоторые, чуть раньше, в раннее время, придут, да скажут, примем мере, то разбежались, разбежались. Вот, как мы сегодня выстоим нашу, эту, веру, нашу преданность Господу, когда вот придут и скажут, примем мере, когда будет поставлено условие для тебя и для меня, вот, или ты поклоняешься Господу, или какие-то определенные условия, тюрьма, ссылка, вот, как было в свое время, детей лишали, я был в поставах, там рассказывали, семья, десять детей было, служитель, брат, проповедник, вот, судили, и десять лет дали, и сказали, там же на суде, выбирай, или ты остаешься с детьми, отрекаешься от Христа, или лишаешься родительских прав, и идешь на десять лет, понимаете, он пошел, пошел, детей по, эти, разгросали по интернатам, вот, но когда я был, они свидетельствовали, что все дети верующие, но это было условие, и вот как, как выстоять в таких вот моментах, вот, чтобы прийти к концу и получишь счастливый жребий, жизнь вечную, жизнь вечную, посмотрите, что сегодня происходит с нами, я буду прямо говорить, правым текстом, сегодня тебе, не скажи по сердцу слово, не то же выбор поставить, что тебя родительских прав лишают, что тебе не дадут учиться в высшем заведении, что тебя уволят с хорошей работы, и уборщицы не найдешь работы, условия поставить, просто сегодня, тебе не скажи слово по сердцу, и ты уже на служение не идешь, что-то сегодня не так, служение проходишь, проходит служение не так, и ты уже говоришь, это ну, и пастырь не такой, и церковь не такая, что тебе так сильно сегодня какие-то условия стоят, чтобы тебе остаться верным, верной или верному, почему так происходит? Знаете, сегодня я вам скажу, что вот это лукавое время, в котором мы живем, и время, которого мы не дорожим, а оно так быстро летит, вот, и это время непростое, непростое время, что мы сегодня свободно собираемся, свободно сегодня слушаем время, это непростое время, почему мы стали в самом маленьком, в самом маленьком, мы приходим в раздражение, в крик, в ярость, что приводит к оскорблению Духа Святого, мы когда-нибудь задумались, что прийти к концу и получить счастливый жребий, сегодня взирая на мужа и вере. Апостол Павел Даниила, это не упоминает имя, он говорит и о многих пророках, и там в том числе о Данииле, он сказал бы, но, говорит, нету уже времени писать об этом. Вот число, список этих верных, независимо от того, которые побеждали, воскрешались, независимо от того, которые имели успех, побеждали полки, на войне были победителями, но и в числе тех, которые были гоними, перепильными пилами, скитались, не имели где переночевать, так сказать. Они скитались. Хочешь ли быть в числе этих, в этом списке? Это очень просто сегодня. Это очень просто. Приди к Господу и попроси Господа, чтобы Он это тебя провел. Провел независимо, какой путем, испытаний или таких, или путем победы, но ты попроси Господа быть в этом списке, в списке там, где Даниил, там, где все мужи веры, чтобы придя к концу дня и своих, к концу времени, когда Христос сказал, что и изыдует творившее добро в воскресении жизни, чтобы прийти в воскресении жизни и получить этот жребий, который, знаете, особо сегодня дан тебе. Вот эта жребия и жизнь вечная, она уже дана тебе. Осталось ее сохранить. Осталось за нее крепко держаться. И Павел особо подчеркивает, чтобы кто из вас, подобно Исау, за то и снять, за то вот кушанье, да отрокся от первородства. Вот чтобы кто из вас сегодня имеет это счастливый жребий жизнь вечную. Это жребий, который дан не в конце уже жизни, но сегодня дан тебе самим Господом. Говорит, истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий, пославший в меня, имеет жизнь вечную. Ты имеешь жизнь вечную. Это жребий сегодня в твоих руках. Держи его. Держи его. Не разменяй сегодня на это, на что-то это мирское, на это, какую-то более, ну, казалось бы, жизнь эту земную. Я могу сегодня очень много примеров приводить, как сегодня христианин, имея жребий счастливый, разменивает его на такие, на такие, на такие смешные мелочи, не имеющие особого значения. Не имеющие особого значения. Скажи сегодня сестрам, оденься прилично. Ну, это ж так просто, правда? Так просто. Нет. Вот как вот этот дождь Вавилона оденется, не как дождь Сиона, а как дождь Вавилона, и поменяла. Счастливый жребий. На что? Ну, на то, что сегодня мир считают красивым. Это такая вот чешевистная похлебка. Очень просто. Ну, я не буду, еще можно было бы такие примеры серьезнейшие говорить. Но даже такая вот незначительная. Незначительная. И мы не соглашаемся с правдой Божией. И мы не соглашаемся, чтобы нам творить добро. Вот представьте сегодня, что если Господь здесь по своему верному обещанию, то вот представь, что сегодня не я на вас смотрю, не служители смотрят на вас, а сегодня смотрят на каждого, и в том числе на меня Господь. Слышите? Он смотрит. И он хочет сегодня видеть себя как дождь, как сына, который представляет Царство Небесное, который сегодня держит в своих руках счастливый жребий, жизнь вечную. То что тебе сегодня 70 лет и 80 лет лучше или счастливый жребий на всю вечность? Рассуди сегодня. Рассуди сегодня, почему сегодня тебя обида съела уже, обида съела на то, что тебя в жизни так много не строится, на то, что сегодня тебя где-то уже полтора года или год не посетил даже пастыр. Никто тебя не посетил. Ты вот однажды ехал в Москву обрез поездом и на верхней полке лежал, а внизу разговор слышу две верующие сестры. И они рассуждают о ихней церкви, о служении. И особо подчеркнули о пастыре, какой он хороший. Говорит, целый месяц болею, а он не пришел ни разу. Я, говорит, позвонила, приди, говорит, забери десятину. Кажи, пришел. Но в дверях постоял, говорит, нет времени, забрал и пошел. Но я тут уже не выдержал, слез, сел. И они, знаете, вдвоем так аккуратненько, так хорошенько начали меня юрганизировать, чтобы я уверовал. И мне дают адрес этой церкви, чтобы я пошел в эту церковь, где это такой хороший пастырь, который не посещает даже больных. Понимаете, вот как мы сегодня делаем добро, как мы сегодня живем, о чем мы говорим. Кстати, власти моего, твоего языка жизнь или смерть. И куда ни коснись все сферы жизни, каждое наше слово, каждое наше движение, каждое наше взаимоотношение, каждое наше присутствие в своем служении, оно связано с счастливым жребием жизни вечной. Слышите? С твоим счастливым жребием, которое даровал тебе Господь не каким-то твоим заслугам, не вагоном золота, но даром. Слышите? Даром. Ты получил счастливый жребий даром жизнь вечную. И этот жребий связан со всеми сферами жизни твоей, с твоими словами, взаимоотношениями, служением в церкви, твоим поведением, твоим внешним видом. Этот счастливый жребий зависит от всего этого. Посмотрите, что делается в семьях. Что делается в семьях? Муж настолько недоволен своей женой, чтобы если бы сегодня можно было бы это, Моисей был до письма дал, письма от этого лежали, вот такая стопка. А посмотрите, это жена, которая независимо от того, хороший муж или плохой, он отдохна по Писанию. Вот скажу, подчиняться, любить, как-то резко, правда, если плохой, как это уважать, любить, слушаться. Ну, а Писание требует. А это относится к счастливому твоему жребию жизневечной. И если тебе приходится терпеть и несправедливо переносить, и жить с тем, которые тебя не любят или не слушают или не уважают, которые должны тебя любить, как самым-самым таким немощеншим сосудом обращаться, ну, от тебя ты в число в список не входишь тех, которые побеждали, которых воспаляли, которым песни пели, побеждал тысячи, десятки тысяч, а относиться к списку тем, которые были гонями, которые были притесняемы, которые скитались и в холоде, и в голоде, и не умели особо одеться хорошо. В этом списке. А в конце, а в конце счастливых жеребий, верный, верная, войди в радость Господина твоего. Ты была верная, ты был верен. Слава нашему Господу! Если вы уловили вот эту изюминку, того счастья, которое ты сегодня имеешь, я буду весьма благодарен Господу. Я буду заканчиваться. Еще можно было много примеров, но мы сегодня ограничены времени. Еще есть братья, которые будут очень сильно говорить Слово Божие. А мы сейчас склонившись перед нашим Господом, к приклиненной молитве, помолимся Ему, поблагодарим, склонимся перед вечной любовью. И еще напоминаю, принесем вот эту нужду за эту семью мамчей, чтобы Божий наш, мы сердечно тебя благодарим за Божий нашим Божий Божий пастор на добром времени против нашей жизни Господи и дал еще благополучно сцепить и консвест в том весне собравшись в себе. Поклониться тебе ползи честный нас как и Господь. Аллилуйя Господь. Поклониться сцепить и пастор на сцепить еще поминов людей Господь прости покрой Господь. Потому что сами по себе мы не можем быть настолько правильными святыми чиновными достойными без себя Господь. бы этого возможно было там не было надо на судьбе предупреждать землю Господь. Отец небесный поимейся со Христами сегодня стоим пролицом пролицем и тебе единому возносим славу. Тебе единому возносим поклонение Господь. За великий подвиг Твой Господь на Голгофе. За подвиг души Твоей слава Тебе. Слава Тебе Господь. И Даруй сегодня Господь. Оцени Господь. Господь счастливым жребием которые Ты даровал сегодня для нас. Слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе Господь за Своё служение. Хвала Тебе за Слово Твое. Хвала Тебе Господь за Дух Твой Святой. Аллилуйя. За то обновление которое Ты сегодня даруешь. За то понимание которое сегодня приходит в наше сердце. Господи. За то решение которое Дух Святой твердит в сердце нашем. Чтобы нам исправиться. Чтобы нас стоять при всем Твоем святым. Освященными чистыми и обновленными и неоскверненными от мира сего. Слава Тебе. Слава Тебе. Поклонение Тебе Господь. Да произведет сегодня Дух Святой чудесная работа обновления очищения приготовления встречи с Тобою. Аминь. Аллилуйя. Хвала Тебе Господь. Хвала Тебе Господи. Хвала Тебе Спаситель Боже мой. И с благодарностью хвалой и поклонением мы сегодня приходим Тебе и приносим нужды Господь Боже мой. Мы просим тебя за семью мамчить Господь которые сегодня находятся в этих стесненных обстоятельствах Господи. Но ты сегодня прострируху Твою. Пусть сегодня перст твой коснется. Пусть помощь Твоя Господь приведет всгоре. Да Господи Боже мой. И милость Твоя будет явлена для этой семьи. Во имя Иисуса Христа Тебе Небесный мы молим Тебя. Господи слышь сегодня молитву Церкви Твоей детей Твоих Господи которые сегодня от искреннего сердца молятся. Да битый Господь явил милость и Твою благодать. Слава имени Твоему Святому. И пусть Господь сегодня дальнейшее служение на всем месте управляет Дух Святой. Пусть сегодня умиляются сердца. Пусть сегодня приходит покаяние. Пусть сегодня приходится сознание. Господи пусть сегодня приведется каждый престол благодати Твоей. Хвала Тебя. Хвала Тебя. Господи как важно сегодня чтобы молитва Церкви Твоей была услышана на весыце неба престола благодати. Господи пусть она вознесется при лицо Твое Святое. Аллилуйя. 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 Слава Тебя Господь. Хвала Тебя. Поклонение Тебя. Шест вели всех. Наш вечный Бог. Отец и Дух Святой. Аминь. Слава Господу братья и сестры. У нас сегодня много гостей. Из Черкасс, из Вилейки, из Америки. Здесь недалеко которые. Нам надо экономить время. Брат проповедовал пастор церкви в Луниенецком районе. Межлесе. Деревня Межлесе. Господи дай нам мудрости и способности чтобы любя всех мы могли всех вмещать. Присаживайтесь. Сейчас поют Вероника пожалуйста где вы есть. Время нас не жалея нас не щадя Межлесе. Межлесе. Жизнь дар беспечно ты не растеряй словно чистый чистый жемчуг словно чистый чистый жемчуг словно чистый чистый жемчуг Господу отдай. Иисус Годы нас украшая блеском сидит Мы все спешим что-то успевая и все грешим Чужую боль редко замечаем чаще смолчим к ногам Иисуса не преподая гордо стоим Жизнь сдается Богом это твердо знай За ее порогом есть и ад и рай Жизнь дар беспечно ты не растеряй словно чистый чистый жемчуг словно чистый чистый жемчуг словно чистый чистый жемчуг Господу отдай Жизнь сдается Богом это твердо знай За ее порогом есть и ад и рай Жизнь дар беспечно ты не растеряй дан отм отм Благословение деда И как на путстве для родителей И к молитве о благословении деток Он сказал Я могу уступить другим Я дома Хорошо, ты в гостях, но может быть как дома Господь да благословит тебя Я всегда смотрю на время И ценю временем тем, которые Бог дает для нас Слава Богу И действительно приезжая сюда Я чувствую себя как дома И я сегодня Брату Василию Михайловичу говорю Бог почему-то меня Говорю, научил Говорю, я могу и пять минут говорить И десять Могу и час сказать Но я сегодня смотрю, мне сказали Что в одиннадцать часов надо молиться за детей И я обратил внимание Что уже один мальчик полз сюда Хочет, чтобы быстрее за его помолились Так что дети, они ждут этого благословения Но для того, чтобы нам совершить эту молитву Нужно подготовить себя Подготовить себя Разумея важность этого служения И я сегодня готовил совсем другую тему И я немножко хочу сказать Я долго не буду задерживать Ваше внимание Это Иоанн Леотеяна Одиннадцатая глава Двадцать первых двадцать пятый си Это о воскресении Лазаря Вы скажете, при чем дети до воскресения Лазаря, да? Но я подведу все эти моменты Для того, чтобы мы могли помолиться сегодня За наших детей Которые Бог даровал для них Это есть подарок от Господа Это дай им им Если мы Я когда-то слушал одних друзей И была такая тема Когда рождались дети инвалиды в семью И задавали им один такой вопрос Это есть благословение или проклятие? Я когда-то говорил в своей церкви Я говорю, как ты примешь? Если ты примешь как благословение Оно будет благословением жизни творений Если ты примешь как проклятием Как наказанием Оно будет всю жизнь сяготить тебя Я хотел бы сегодня, чтобы наши родители Наши друзья, которые пришли сегодня на это место Приносят детей своих Чтобы они приняли как благословение От Бога детей своих И это будет благословением всю жизнь их Они будут благословлять их Они будут жить этим Но я сегодня хотел бы, как вначале сказал Прочитать это место в Священописании Тогда, говорит, Марфа сказала Иисусу Господи, если бы ты был здесь Не умер бы, брат мой Но и теперь знаешь Что чего ты не попросишь у Бога Даст себе Бог Иисус говорит ей Воскресни, брат твой Марфа сказала ему Знаю, что воскресенье Воскресенье последний день Иисус сказал ей Я есть воскресенье и жизнь И верующий в меня Если и умрет, то что? Оживел Слава Богу Нам хорошо известна эта история Я за своего верования Я так посмотрел, думаю, более 40 лет Как я уже христианин Думаю, не один раз слышал эту чем И не один раз проповедовал И на разные стороны смотрел Той беседы Или того повествования Которое записано в этой книге Иоанна 11 главе С 21 и 25 стиха Которые я прочитал Я хотел, чтобы мы посмотрели Совсем другими очами На эту историю Давайте мы обратим внимание На то Как происходила эта беседа И какова была вера у Марфы Она говорит, что я что? Если бы ты был бы здесь То не умер бы брат Если обратить внимание То посмотреть на то Что Иисус Который пришел Она уже не верила Что что-то может он там сделать Она верила Какого Иисуса? Ну, вчерашнего Прошедшего Давайте мы посмотрим На наши церкви На нас На наше сердце Мы другой раз Тоже верим И некоторые делятся И говорят Что это было когда-то давно Мы вспоминаем Прекрасное время Как действовал Господь Как действовала Благодать Божия И верить Как бы то Иисуса Который был когда-то Марфа Мы видим дальше Я знаю, что он воскрес Ничего на верить Иисуса будущего Но я хотел бы сегодня сказать Давайте мы поверим Иисуса сегодняшнего Это дай аминь Который пришел сегодня На этом месте Вы верите, что Иисус На этом месте? Это дай аминь Я сегодня хотел бы сказать Обратить внимание на то Если мы будем верить В Него Как сегодняшнего Я верю в Его Сегодняшнего Я верю в будущего Я верю в живого Иисуса Я не знаю, как вы Но я верю в Него Я живу им Я дышу им Я существую им Я знаю, к кому я прихожу Кому я обращаюсь Я хотел бы, чтобы родители Тоже понимали Которые принесли своих детей Чтобы не верили Иисуса Сегодняшнего Который на этом месте Не тот Иисус Который когда-то Детей приносили В одном месте написано Приносили Вдруге приводили детей Это было когда-то Но в то время было Это сегодняшнее Я понимаю, что Если мы будем знать И верить В то Слово Божие Которое написано Что я все с вами Во все дни До скончания века Если где мы собраны Двое или трое Во имя Его То где? Иисус среди нас Мы сегодня собраны Во имя Иисуса Во имя Его Тот могущественный Бог Он сегодня на этом месте Слава Богу Когда мы будем разуметь Когда мы будем Обращать внимание Мы будем переживать его Наша жизнь будет меняться Наши молитвы Будут меняться Я недавно приводил пример Я когда-то был В Башкирии Еще молодой был Я иной раз проверяю Думаю Моя вера возросла Или наоборот Как-то угасла Думаю За все время Может тогда Больше было веры Думаю Думаю Наоборот нужно Чтобы сейчас Больше еще было веры И был такой случай у нас Тогда очень дорого Стоили Библии И Евангелие Я всегда вспоминаю Одна семья Продала корову Чтобы купить Библию себе Думаю Сегодня не надо Таких жертв У каждого есть Библия на столе Не одна В разных переводах В разных толкованиях И вот мы Там евангелизировали И Дали почитать Одной учительнице Библии Потом случилось так Что нас Арестовали Дали 24 часа Чтобы мы уехали Оттуда Вот И я на А я как раз Был приписан На постоянное место Жительства А тот брат Который был со мною Он временно Был приписан Я ему говорю Ты въезжай А я еще останусь Говорю Меня никто не выгонит Говорю Вот Я говорю Не имею права Остаться в Башкирии Она говорит Мне надо забрать Библию Мы пошли Вечером К этой учительнице Чтобы забрать Библию Когда мы пришли Она уже спала Мама ее вышла На улицу Мы говорим Мы хотим Видеть вашу дочь Она говорит Сейчас я скажу Ее она вышла И она ушла с нами А почему она ушла с нами Говорит Я Почитала И решила дать Своему другу Учителю Чтобы и он Почитал Немножко И когда мы забрались Пошли до этого Учителя Мы не знали Что произошло Потом Оказывается Это мама Поняла И почему-то Ей на сердце Положила Что мы воровали Ее дочь Она подняла Всех людей На ноги Нас ищут Там С палками Чтобы нас побить А мы же не знаем Я всегда вспоминаю Эту историю Как важно Чтобы ты знал Что Иисус Есть сегодня И мы когда Забрали Библию И помню Мы шли Нас В степи окружили Потому что С одной деревни Они говорят По-башкирски Мы ничего не понимаем И я одно Сказал Говорю Можно помолиться Они говорят Хорошо Я встал на коленях Я не знал Что делать Я встал Думаю Буду молиться Я начал молиться Слышал Что шум Прекращается Я немножко Прикрыл Один глаз Думаю Посмотрю Что делается Смотрю Уже пять человек Стоят на коленях Один хочет стать И он пускает Говорят Зачем И в тот момент Я понял Что Бог Со мной Не вчерашний Не какой-то Еще прошедший Он сегодняшний Он живой Он встал Со мною Он услышал Меня Он вышел Навстречу Эти люди Стоят Плачут Вместе Со мной Но я уже Плакал Не от того Что меня Там будут Бить Но я плакал От того Что Бог Силен Сокрушил Их сердце И они Стали Придлиться Божьим Я сегодня Хотел бы Чтобы наши Родители Они поняли Что Бог Есть живой Отвечающий Присутствующий Чтобы он был В жизни Ихней Постоянно На всяком месте Чтобы они Никогда Не разочаровались А понимали Что есть Тот Который Поможет им Он Не меняется Он Сказал И Вчера Апостол Павел Сегодня И во Веке Тот Аллилуйя Я хотел задать Вам вопрос Какого Вы Бога Сегодня Верите Я веру Сегодняшнего Я веру Будущего Потому что Он Есть живой Бог Наш Хорошо С Ним Жить Хорошо С Ним Строить Отношения И верить Его Марфа Она говорила Я знаю Что если бы Ты был То не было Этого Но Он Стоит Возле Нее Он Сегодня Стоит На этом Месте Он Присутствует Духом Святым На этом Месте И Он Хочет Сегодня Благословить Нас Почему Потому что Такое Его Желание Такое Его Ну как Вам сказать Я всегда Понимаю Что если Бог Находится Со Мною Если Он Находится На этом Месте То я понимаю Что Он Хочет Что-то Делать Он Хочет Проявить Себя Бог Хочет Сегодня Проявить Себя В этом Служении И то Что мы Будем Делать Что мы Будем Сегодня Молиться За Наших Детей Это Чудо Божие Вы Хотите Чтобы Бог Благословил Сегодня Да Аминь Да Вы Хотите Отдать Детей Бог Чи нет Аминь Я всегда Некоторым Говорю Запомни Этот День Ты Богу Посвящаешь Своё Дитя Господь Отныне Действительно Ты Очень Хорошо Делаешь И рука Божья Будет На нем Я уже Смотрю Две Минуты Лишних Я сказал Так что Мы Сейчас Будем Готовить Себя Как я Сказал К молитве Потому что Он пришел На это место Для того Чтобы Благословить Этих Детов Мы их Пригласим Сюда Да Пожалуйста Вы Пройдите Сюда Мы будем Молиться За вас Я хотел бы Одно Что любить Детей Своих Дети Дети Будет Наблюдать За вами Я Многим Родителям Говорю Они Дети Копируют Нас Если Мы Будем Молитвенниками Дети Будут Молитвенниками Я Поправлял Я Братья и сестры Порядок Молитвы Нашей Будет Следующим Родители Поскольку Это Наш День Всех Но Особенно Их День Было сказано Что Они Посвящают Своих Деток Господу Склонятся С детками Папы Мамы На колени С детками Будут Молиться Папы Все Папы Вместе Молятся И Кто-то Один Род Валерий Наверное Ты помолишься Все Папы Молятся В это Время Ты Помолишься С микрофоном Затем Мамы Возьмут На руки Когда Папы Молятся Держат Они Деток На руках Затем Передают Деток Мамам И Молятся Все Мамы Держат Деток На руках И Кто-то Из Мам Значит Помолится Олеся Может Ты Помолишься Значит Тогда Когда Мамы Будут Молиться Затем Братья Служители Возьмут Деток На руки И Брат Федор Совершит Молитву Заключительную Хорошо Ты Кого-то Тоже Из Деток Возьмешь Значит На руки Можно И Схочет А А вы Скажите Братьям Служителям Имена Ваших Деток О которых Будем Молиться Так что Господь Да Благословит Братья Сестры Просьба Ко Всем Это Не только Их Дети Моя Оля Всегда Напоминала Когда Мы Были В Украине В Гуте И Пастор Всегда Говорил Что Когда Мы Видим Церкви Деток То Мы Не Должны Говорить Это Чьи Детки Это Его Это Ее Дети В церкви Это Наши Дети Это Божьи Дети Это Наши Дети Поэтому Давайте Будем Молиться Как О наших Как О своих Детях Чтобы Бог Их Благословил Братья Служители Все Пройдите Сюда Чтобы Хватило Служителей Для Молитвы Над Каждым Ребенком Или О Каждом Ребенке Хорошо Туда Немножко Сдвиньтесь А то Там Места Маловато Так Чтобы Свободно Было Так Братья Вы уже Определились Да Мне уже Нет Ты Определился Хорошо Отлично Братья Сестры Тогда Момент Молитвы Родители Склоняемся На колени Папы Держат На руках Деток И горячая Молитва Богу Мы все Поддерживаем Господи Бог Господи Боже Наш Я в этот Час Господь Благодарю Тебя Боже За этот День Господь Когда Вместе С Церковью Твоей Господь Мы можем Господи Молиться О благословении Детей Господи Которых Ты нам Даровал Господь Слава Тебе И хвала Господь В этот Час Господи Боже Мы обращаемся К Тебе Господь И наше Сердце Сильно Горит Господи Боже Боже Я молюсь Тебе В этот Час Я славлю Имя Твое Господь Иисус Я верю Господь Что Ты Господи Создавая Их Господь Давай Им Жизнь Господь Вложил Себя Господь Вложил Свою Частичку В их Господь Я молюсь О том Господь Чтобы Во всей Славе Господь Боже Пославить Имя твое, Господи. Чтобы они как могли, Господи, отдали себя, Господь, чтобы Ты прославился, Господь. Чтобы воля Твоя, Господь, совершилась в их жизни, Господь. Чтобы это были дети, Господи, которых говорили, что они поистине, Господи, Твои дети, которые знают Тебя, Господь. Которые ходят в Слове Твоем, Господь. Которые ходят непорочными путями, Господи. Ищут Тебя и Слово Твоего, Господь, Борисус. Мы молимся, Господь, и как отцы, Господь, благословляем, Господи. Просим, Господи, Храни жизнь, Господь, Борисус, на путях, Господь. Храни, Господи, от греха, от всякого зла, Господи, огради. Дай жизнь и здоровье, Господь, Борисус, я прошу, пусть враг не прикасается, Господь. Постава граду и защиту, Господь, крови Твоей святой, Боже мой, я молюсь Тебя, Господь. Дай нам мудрости, как родителям, Господь. Правильно передать, Господь, слово Твое, правильно, Господь, открыть имя Твое, Господи, Боже. Надели их разумом, Господи, и способностью слышать Тебя, Господь, искать Тебя, Господь. Дай желание, Господи, Борисус, находить, Господь, время, Господь. Благослови, Господи, в эти малые годы жизни, Господь, когда они развиваются, Господь, когда они, Господь, впитывают все, Господь. Пусть, Господи, Борисус, Дух Святой, Господь, присутствуют во всем в жизни их. Слава Тебе и хвала, Вечный Бог, Отец и Небух Святой. Аминь. Аминь. Мамы, возьмите деток ваших на руки. Великий добрый Бог, мы благодарны Тебе за этот день, что мы можем держать на руках наших деток. И благодарны Тебе за то, что Ты их нам дал, Господь. Я благодарю Тебя за эту честь быть мамой, Господь. Я прошу Тебя, благослови каждую маму, каждого отца мудростью воспитания этих детей. Ты доверил их, Господи, нам. И я прошу Тебя, Господи, научи, пожалуйста, как их воспитывать в Духе и Истине, Господь. Огради их от всякого зла, Господь. От недобрых людей, Господь. От злого духа храни, Господь. Я прошу Тебя, Господи, благослови их здоровьем. Благослови их, Господи, всем необходимым для жизни и благочестия в будущем, Господь. У Тебя есть все, и обращаемся к Тому, у Которого это есть. И поэтому, Господи, мы вверяем наших деток в Твои руки. А Тебе добудет слава и хвала. Доброму Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. 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 Братья-служители, возьмите деток на руки, когда ты совершишь молитву. Вечный Бог наш. Аллилуйя. Мы держим этих детей пред лицем Твоим, Господь Великимый Божий наш. Мы благодарим Тебя, что ты слышал, Господи, молитву родителей, отцов и матерей. Ты слышал, о чем они, Господи, желают, мечтают, Господь Великимый Бог и ожидают от Себя. Ныне ты видишь священников, которые взяли на руки детей этих, Господь Великимый Бог, и призываешь имя Твою Вечного Бога, дабы ты возложил, Господи, сам свою руку на них. Благословенный Господь, возьми под защиту свою, Господь Великимый Бог, от покров свой, Господь Великимый Божий наш, дабы лет отныне, творя мысль над ними, Господь Великимый Божий, дабы лет они, Господь, творим достоянием, дабы лет они утешением для родителей, дабы лет они принадлежат для Тебя. Господи Великимый Бог, аминь, а воочи. Господи Великимый Бог, мы верим, Господь, Тебя, мы знаем, Господи, что Ты есть утешение, благословение. И сегодня, Господи, укрепи их веру, вложи, Господь Великимый Бог, Або, Отче, в родители вложи веру, да прославится имя Твоя. Господь, благослови физически, духовно Господь великим Его. Возьми удел свой для славы Твоей. Да будешь ты прославлен, Вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Ангелина двойное благословение получила. Они молились уже раньше, а на сегодня еще одно. Хорошо, дорогие родители, мы поздравляем вас и благословляем вас. Мы верим, что нашу молитву Господь услышал и принял. Он поможет вам. Только одно от вас требуется быть верными Господу. И, как было сказано, знать Иисуса не только о прошлом, не только о кем Он в будущем, а который вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы можете сказать Аминь? Божьи к вам благословения. А брат Жора приехал уже? А, здесь уже, да? Хорошо, хорошо. Братья и сестры, у нас, мы еще не познакомили церковь с новой семьей. Я в начале собрания искал Максима и Олесю. И смотрю, они, оказывается, есть. Они уже проходят сюда, Полюховичи, Максим и Олеся. Новая семья, по-моему, две недели назад как-то получилось. Они у поездки были, то, наверное, нас не было. И никак не вышло, чтобы мы их представили церкви. Вот пока они проходят, мы учим цветы. Вам Господь дал более красивые цветы, а мы вам просто подожди, когда... Да, поздравляем вас. Господь, Господь, Господь. Господь, 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 Господь. Господь, 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 Господь. Господь, 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 Гос Спасибо. 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 У нас по пятницам проходят общения открытых сердец. И иногда на открытых сердцах проходят такие явления, которые очень сильно радуют нас. Сергей, вы впервые были в этом общении, да? Да. И находясь или пребывая в этом общении, я извиняюсь, вы оба совершали покаяние, да? А, вдвоем. Они совершили покаяние. Мы помолимся, чтобы Бог благословил, потому что покаяние – это только первый шаг, а впереди дорога. А там искушение, там борьба, там трудности. И они хотят быть победителями. Мы помолимся, чтобы Бог благословил. Они будут проявлять усилия, усердие, старание, Господь поможет. Мы будем тоже где-то смотреть, оказывать внимание, заботу, чтобы они сохранились для вечности. Поэтому, братья и сестры, давайте, кто помолится? Брат Николай, пожалуйста, садись, соверши молитву, а потом мы поздравим тоже. Но, по-моему, кто-то еще, мне сказали, что не только они, кто-то еще совершал покаяние в пятницу. Молимся они, пожалуйста. Господи, мы, дети Твои, идем к Тебе, Иисус, и мы ходатай своим пред лицем Твоим, Иисус, уверяя в Твои руки святые. Ты видишь, Господи, брата, сестру Господь, наша молитва к Тебе, Господи, чтобы Ты послал ограду Твою и защиту крови Твоей, чтобы они были под защитой, Господь. Ибо время, Господи, Иисус, мы их вручаем в Твои руки святые. И веря Слову Твоему, ибо Ты говоришь в Слове Своем, чтобы мы искали лица Твоего, чтобы мы, Господи, шли к Тебе, Иисус, и верили Тебе, Иисус, что Твоя защита, она будет на каждом из нас, Иисус. И мы благословляем именем Твоим, Иисус, и вручая в Твои руки, верим Тебе, Иисус, что Твое благословение и ограда крови, она будет над ними, Господь. А мы Тебя за все благодарим, вечный Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Спасибо, что Вы были очень терпеливы, особенно Ваши детки, они уже один экзамен сдали. Хорошо, Божьих Вам благословений. Сергей и Светлана, Господь да благословит Вас, а Вам, цветок, ну, в честь такого важного события, Вы совершили покаяние. Господь да поможет Вам, держите сенсу, молитесь, нуждайтесь, днем и отновлены в Вас. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры. У нас еще в гостях семья из Черкасс, с братом Федором приехали, брат Юра и Катя. Пожалуйста. А? А Юля, брат Юля, Юра и Юля, пожалуйста, Вам немножко времени еще, скажи, а потом, а потом. Нет, сначала Юра, а потом Юля, да. Слава нашему Господу. Мне всегда приятно быть в Доме Божьем среди народа, которого искупил Господь своей святой кровью. И знаете, я сидел и думал, и вспомнил один такой случай, один такой случай, я хотел бы его рассказать, это был случай такой, когда отец был на работе, и пришло письмо, не знаю почему, на работу и принесли ему письмо. Говорят, сын, сын написал письмо. И он взял это письмо. Ну как, зрение было плохое, думает, надо кому-то дать, чтобы прочитал. И он дал человеку, который рядом с ним там работал. Говорят, прочти, сын, написал письмо. А тот был человек такой жестокий. И он начал читать. Отец говорит, что это, что он хочет, сын? Как, что, требует деньги? Он собрал это письмо, положил в карман. Но сердце отца не на месте. Как, ну, думает, что за это, приходит домой, и жене говорит, прочитай письмо. Прочитай, что это сын хочет? Нет, жена берет, читает, папа, пришли, пожалуйста, деньги. О, сыну нужно деньги. Сыну нужно деньги. Знаете, как любит нас отец. Сегодня эту любовь мы видим на себе, так же, в своей жизни. И, знаете, бывает так, что, знаете, нам скажут, вот он. Люди часто говорят, вот Бог такой, такой. Но я скажу, если мы, каждый, приблизимся и будем познавать Бога, мы узнаем Его, как любящего Отца. Аллилуйя. Мы узнаем, что Он любит нас, слава нашему Господу. И тогда нам будет хотеться, это будет нашим желанием следовать за Богом, служить Ему, бежать за Ним, потому что Он прежде возлюбил нас, прежде создания мира. Он знал тебя и меня, каждого из нас, слава нашему Господу. Еще моя жена прочитает стих. Слава Богу. Слава Богу. Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Не говори, что веры нет, дерзай. Не говори, что ты упал, вставай. Не говори, что труден путь, иди. Не говори, что ты сгорел, свети. Не говори, что гонит враг, борись. Не говори, что ты ослаб, молись. Не говори, что смолкла песнь, но пой. Не говори, что Бог чужой, Он твой. Не говори, что ты один. Не так, не говори, что боль в груди, пустяк, не говори, в глазах темно, смотри, не говори, что Бог забыл, не говори, Он с тобою навсегда, не оставит никогда, тяжело, Бог снимет, гнет, ночь темна, свечу зажжет, больно, Он утешит боль, Не печалься, Бог с тобой, Он поможет в трудный час, луч надежды не погас, верь, что рядом Бог идет, и душа вновь запоет, Бог тебе чужим не стал, пусть Спасителя Христа исповедует уста, Он свет утренней зари, Бог со мною говорит. Дорогие минуты нам Бог даровал, ловшим пением. Дорогие минуты нам Бог даровал, мы увидели, братья, сестер, а Иисус, дорогой, с вами быть обещал, дадим Богу сердце простой. А Иисус, дорогой, с вами быть обещал, дадим Богу сердце простой. Как приятно нам встретиться с вами приятным, как приятно нам встретиться с вами приятным, и волнением и разовым, как от рада исполнившись духом святым, общение душ разделить. Как от рада исполнившись духом святым, общение душ разделить. Песня. 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 Дорогие братья и сестры, я вас приветствую чудесными словами Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Примите приветствие из Сакраменто, Калифорния, Церковь, Свет Евангелия. Я служу там. Передавала вам всем сердечный привет. И желаю оставить вам в таком приветственном слове один стих из Священного Писания, книга пророка Иеремии, 32 глава, 27 стих. Там записаны такие слова. Я, Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня? Наш воскресший Господь сказал, сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Поэтому, братья и сестры, пусть вам останется в моем приветственном слове вот этот стих, 27 стих, 32 глава, книга пророка Иеремии. Помните и знайте, что Он с нами во все дни до скончания века, и Он есть всемогущий Бог, да благословит Он всех, вас и нас. Аминь. Аминь. Слово жизни, путь к отчизне, Озаряет словно свет, Там чудесный луч небесный Светит в мире сотни лет. Слово жизни, до кончизне, Светит в мире сотни лет, Светит в мире сотни лет. В темном месте Слово светит и не гаснет никогда. Не спущайся, обращайся к Слову Божьему всегда. Слово жизни, прохожи, жизнь, озаряет словно свет. Дар чудесный, светит нам уж столько лет. Расхищает, умудряет Слово жизни упростой. Ободряет, подкрепляет и ведет нас к Слову Божьему. Слово жизни, прохожи, жизнь, озаряет словно свет. Дар чудесный, светит нам уж столько лет. Слово жизни, прохожи, жизнь, озаряет словно свет. Да, тут многие себя чувствуют как дома и даже дома чувствуют, потому что для меня лично ваша церковь и ваша община – это было практическое пособие по изучению Библии. Если б я не переживал и не видел того, что я видел и переживал, это была просто книга, которая рассказывает о чем-то, что давно было. Вот так было давно. Нам иногда старшие братья и сестры говорят, вот раньше было. Вот раньше был Господь, вот раньше были молитвы, вот раньше было действие. Но сегодня мы слышали, и это не только слова, что Господь вчера и сегодня и вовеки тот же. И мы касались сегодня вопроса того, что Господь всегда пребывает с нами. Но Господь говорит, я с вами буду, если вы будете со мной. Потому что Бог не просто, ну, нас случайно где-то нашел и как-то вот, ну, пускай и вы будете со мной. Но нет, Бог искал, Бог очень серьезно к этому относился. Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы мы спаслись. Вот, и Он заключил с нами союз. Вот, недавно у вас было крещение водное. Люди, которые через водное крещение заключали союз с Богом. И Господь говорит, что есть та часть, которая принадлежит только Богу. И только Бог будет делать это в вашей жизни. Вы сами не сможете. Но есть вторая часть, и Бог не будет ее делать. Но вы должны делать то, что принадлежит вам. Потому что это союз. А в союзе всегда есть две стороны. Есть права и обязанности. И одной стороны – это Бога. И Он никогда не забывает, Он никогда не пренебрегает. У Него никогда не бывает недостатка в чем-то. Но есть вторая сторона – это наша. И, к сожалению, там иногда бывают пробелы. Поэтому мы, собираясь вместе, как написано, вещеваем друг друга. Вот, обмениваемся опытом. Обращаем внимание на наши ошибки, чтобы их в будущем не совершать. И чтобы Господь наш прославился еще больше. И я сегодня хочу говорить на тему, потому что Бог дал это слово. Я бы назвал его так. То, что мы знаем и что мы не знаем. Знаете, Господь Духом Святым дает мир в наши сердца и в наши души, который превыше ума человеческого. Поэтому христиане называются верующими. Потому что мы ходим не только знанием, не только опытом, не только видением наших глаз. Но в первую очередь мы ходим верою. И в этой вере есть то, что мы знаем и должны знать, и то, что мы не знаем. И это хочу я показать, или, вернее, Господь так мне открыл и показал на примере первых глав книги Даниила. На примере молодых людей тогда. Вот Даниила, Анании, Мессаила и Азарии. И вот вы знаете, что народ израильский попал в плен. И, конечно, в плен попасть – это история не из приятных. Но вот эти люди, вот эти люди, вот эти юноши, вот эти молодые, и сегодня это слово, оно будет направлено в первую очередь к людям, которые только что уверовали. И к людям молодым, молодым телом, молодым возрастом своим, этим земным, которые начинают свою жизнь. Вот, но старшим вы внимательно слушайте, и если вам есть еще что, то надо срочно, значит, исправить и срочно так делать, как вы сегодня услышите. Вот, потому что времени у вас гораздо меньше. Чем мы старше становимся, тем у нас меньше времени. Потому что, знаете, когда взлетает ракета, вот, я не знаю всей подробности теории, но то, что нам рассказывали в школе, есть старт с Земли, есть первая ступень, вторая ступень и выход в космос. То вы знаете, что не будет старта, не будет первой ступени, и второй, и тем более не будет выхода в космос. И мы сегодня находимся с вами на старте. Если этого старта не будет, если земной жизни не будет, как вы надеетесь выйти на первую ступень, на вторую и попасть в Царство Божье? Не будет этого. Надо обязательно стартануть. И вот сегодня об этом я хочу говорить. В книге мы читаем в первых главах, что когда были переселены евреи из своей земли туда, куда захотел царь Вавилонский, то из этих всех переселенных выбрали людей, молодых людей, наиболее способных, наиболее обладающих талантами, чтобы из них дальше делать служителей царя, вот, ну знаете, как сегодня говорят, делать карьеру. И вот эти вот люди молодые, они попали в такое положение, в котором вся молодежь сегодня находится. С одной стороны, царь им дал новые имена. Я не буду останавливаться подробно, нету времени, но их имена еврейские были связаны с именем Господа Бога Саваофа. Но царь дал им имена Сидрах, Месах и Авдинага, и Даниила Валтасаром переименовали. Эти все имена были связаны с языческими божествами, с вавилонскими, сирийскими и так далее. И как вы думаете, было приятно этим людям, что им дали такие имена? Я уверен, не было приятно. Вы знаете, сегодня верующих как только не называют. Но я думаю, вы редко услышите, что вас называют христианами где-нибудь. Ну, баптистами, ну, штундами, ну, писятниками, там, харизматами и так далее. Каких только имен. Вот, это мир. И один момент такой был, что мой сын, когда был маленький, и мы только уверовали, и одна соседка, она думала, что она его обзывает. Она говорит, так ты баптист малой. И я присел так рядом с ней, я говорю, зачем ты его так возвеличиваешь? Она говорит, как возвеличиваю? Он говорит, еще не баптист. Баптист – это человек, который принял водное крещение через полное погружение и обещал Богу служить чистой совестью. А он еще до этого не дорос, а ты его уже на это место поставил. И она его перестала обзывать. Мир не знает, что он говорит, он не знает эти слова, он думает, что это слово ругательное. Но оно обозначает совсем другое. И здесь, когда их переименовали, им было неприятно слышать это имя. Другое. Вы знаете, у них появилась возможность земной карьеры. И мы живем сегодня в такое время, братья старшие могут рассказать нам про совсем другое время, когда мы имеем дорогу, открыта дорога в любое образование. Любые есть возможности сегодня. И я помню, когда я поступал, как я поступал, как я сдавал экзамены, сколько было нервотрепки. И когда три года назад мой сын поступал. Это вообще было просто, знаете, ну, очень просто, очень легко. Совсем никакое, можно сказать, никакого волнения. Мы волновались больше, потому что у нас было другое поступление, чем он. Он говорит, что ты волнуешься, я второй в потоке, и все нормально, я уже, можно сказать, поступил. Вот. И у них появилась такая возможность. Но, вы знаете, все эти люди, они не просто так были переселены, они не просто так имели земные таланты, потому что царь их выбирал именно по земным талантам, не по духовным. Они все знали живого Бога. Они знали все требования живого Бога. Они знали заповеди живого Бога. И в свое время родители их научили, что Бога нужно чтить не словами. Бога нужно чтить не только в мыслях, но Бога нужно возлюбить всеми силами, всем разумением, всем сердцем своим. И они так любили Бога. И в первой главе мы читаем, что Господь, Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальников евнухов. И Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь. И потом просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. И вы знаете, этот чиновник, он рисковал своим положением. Он так и сказал, что я рискую всем, если я так сделаю. И не дай Бог потом увидят, что вы станете худее, что вы станете хуже выглядеть, чем все остальные. Я потеряю все. То Даниил ему сказал, сделаем испытание. Мы будем кушать только овощи и воду. И ты потом через 10 дней посмотришь, кто лучше выглядит. И когда поставили всех, то увидели, что эти юноши, они выглядят лучше, упитанней, чем те, которые питались яствами с царского стола. Вы знаете, сегодня мир предлагает вам явство с царского стола. Мы сегодня держим в карманах то, что раньше занимало весь вот такой вот дом. Вот это устройство, которое сегодня у меня просто в кармане лежит. И мир через это все предлагает очень много. Вот эти явства с царского стола. Но Даниил положил в сердце своем питаться не всем, что предлагает царь, а он говорит, мне нужно только овощи и вода. Знаете почему? Потому что все эти яства, мясные особенно блюда, они посвящались идолам. Они их молились, их благословляли именами вот этих языческих богов. И взять еврею, знающего живого бога, и употреблять это в пищу, это обозначало оскверниться. Если вы сегодня включаете компьютер, и особенно если у вас есть телевизор, если вы читаете всю подряд литературу, то знайте, что вы оскверняетесь этими явствами. И по-другому быть не может. И поэтому, когда вы думаете, что сегодня вы получите информацию, что вы будете много знать, что вы будете мудрые. Знаете, у меня в жизни в самом начале был такой момент, когда я работал в зубренке психологом, и вызвал меня начальник, и говорит, прежде чем ты придешь на работу, ты должен прочитать все вот эти государственные большие газеты, чтобы ты знал всю информацию. Я как представил, сколько мне времени нужно будет посвятить, чтобы это прочитать, сколько мне надо будет в голову свою забить, вот из этих газет я просто ужаснулся и говорю, я не могу это делать. Он говорит, как хочешь, но я тебя несколько раз вызову, если ты не будешь знать, ты будешь уволен. И я помолился Господу, говорю, Господи, как я читал Библию, я буду читать. Вот, ну, уволят так уволят. Такое дело. И когда идешь на работу, обязательно заходишь в корпуса, делаешь обход, спрашиваешь, как там дела, какие-то происшествия, может быть, были в наше отсутствие, а вожатые, которые там находятся, они ж газеты уже все эти прочитали. И о чем они разговаривают? Вот вы сегодня прислушайтесь, о чем люди сегодня говорят? О новых деньгах. Присматриваются, друг другу показывают, ой, как интересно, копейки появились и так далее. То я пока пройду, я всю информацию знаю, не то, что в газетах написано, но с комментариями. И он меня когда вызывает, начинает спрашивать, задает вопросы, я все знаю. И он меня спрашивает через некоторое время, ты что, газеты начал читать? Нет. А что, приемник слушаешь? Может, телевизор смотришь? Я говорю, приемник, я слушаю только христианские передачи, а телевизора у меня вообще дома нет. Он говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, ваше требование выполняю. Вы мне сказали, я должен знать, я знаю. И Господь даст вам, что вы будете все знать, будете знать больше, чем этот мир, если все время вы посвятите на изучение Слова Божьего. Вы знаете, в пятницу я был на молитве, у меня такое впечатление, что я попал в Вилейку, а не в Брест. Потому что у нас община, 40 человек. А на молитву приходит столько, сколько у вас. Вот вроде бы тут много сейчас людей, но на молитве почему-то там как с Вилейки приехали все равно. У нас в городе там население где-то 26 тысяч, около 30. У вас, я не знаю, сколько сот? 350. Ну, немножко больше, в 10 раз. Вот. Но на молитве столько же людей. То вы знаете, что есть три служения в церкви, которым нужно посвящать время день и ночь. Это молитва, молись день и ночь, это служение слова, пребывая в слове день и ночь. И это служение пения. Левиты пребывали в своем служении день и ночь. Вот эти три служения, которые нужно нести. И я бы сказал, что молитва из этих служений важнее всего, потому что это фундамент взаимоотношений с Богом. Вы, конечно, можете поставить палатку, но когда придут бури, когда придет какое-то испытание, эту палатку унесет, фундамент только останется. Ваши взаимоотношения с Господом. Вот. Как вы пребывали в слове, как вы воспевали Господа, как вы молились, вот это у вас останется. А все остальное может унести, потому что время меняется, отношения сегодня мы делаем открыто, и даже хотели бы, чтобы весь город видел, как мы крещение преподаем. Вот. А было время, когда это делали ночью, и когда это делали не группой даже, если было 10 крещаемых, то их делили на группки, чтобы как можно меньше людей собиралось в одном месте, чтобы не поймали. Было такое время, но все равно была жажда прославить Господа, все равно была жажда заключить с Ним завет. И вот в жизни этих людей было хорошее время. Ну вот, что хочешь, что делай. И они выбрали в это время не оскверняться от блюд из царского стола. Они выбрали, чтобы им пребывать в присутствии Господнем. И потом пришло время в их жизни испытания. В вашей жизни обязательно придет такое время, потому что апостол Петр, он говорит нам, возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы его возрадуетесь, и восторжествуете. И вот царь сделал истукан, поставил такой истукан, и сказал, что вся страна, все его подданные, должны поклониться этому истукану. Может быть, вы знаете, сколько здания высотой, вот молитвенный дом, вот этот, ну примерно, метров двадцать. Вот, то можете себе представить, что истукан, который построил Новохадоносор, был двадцать четыре метра. То есть это примерно ваш молитвенный дом, чуть больше, чуть выше вернее. И вот он поставил такой золотой истукан, и этому истукану должны были поклониться все. Но так как люди, эти молодые люди, в начале своем пути, они положили не оскверняться от яз царского стола, то они продолжали делать это и дальше. Потому что большое дело привычка, если ты привык молиться Господу всегда, на всяком шагу, то ты будешь делать это в хорошее время, то тем более будешь делать плохое. Но если ты потерял эту молитву где-то по пути, то будь уверен, что ее не будет, когда тебя прижмет. Ты не будешь знать, где ее брать, когда тебя прижмет. Потому что написано, что даже голос Божий, десять дев спали, и когда голос Божий прозвучал, Христос идет, Спаситель идет, Господь идет, то одни пробудились, и у них было масло, а вторые пробудились и говорят, поделитесь, вот пошли покупать и опоздали. Вот поэтому нам Слово Божье говорит, чтобы в хорошее время мы привыкли ходить на молитвы, мы привыкли изучать Слово Божье, потому что это нам надо, потому что я хочу знать, какой у меня Господь. Потому что это, как вот говорила дочь, что это нужно сегодня, нужно торопиться к этому, оно должно быть на первом месте. Итак, что знали эти люди? Что знали? Мы чувствуем безопасность, когда мы знаем. Мы особенно живем в такое время, когда эта информация очень ценится. И когда ты знаешь, ты чувствуешь себя спокойно. Я думаю, что старшие люди пережили не один раз. Приходишь в банк, стоит там этот аппарат, и вот так палец заносишь, и что дальше делать? Ничего не знаешь. Но когда ты знаешь, ты спокойно приходишь им, пользуешься, даже не обращаешь внимания. Такое время мы сейчас живем. Очень много меняется. Вот пока мы привыкнем к этим новым деньгам, то, что пройдет какое-то время, потом мы не будем на них обращать внимания. А сегодня мы вынимаем, приглядываемся, что это за копейка, что за нее купить можно. Вот. Но эти люди, давайте посмотрим, что они знали, и что они не знали. Потому что, когда пришел момент, и донесли царю, что есть вот эти три человека, он назвал их Сидрах, Месах и Авдинага, но их звали Анани, Месаил и Азария, они не поклоняются вместе. И вот их вызвали к царю. Я не знаю, насколько высокого начальства вы когда-нибудь были на ковре, но я уверен, что никогда это не было для вас не волнительно, или все равно. Ты обязательно волнуешься, особенно, когда ты знаешь, что тебя туда вызывают не по хорошему поводу. И чем больше это начальство, тем больше. Здесь они стояли перед царем. И вот царь говорит им, что почему вы это не делаете? Вы должны поклониться, иначе вы будете брошены в печь. И вот интересно, что отвечает Сидрах, Месах и Авдинага. И отвечали Сидрах, Месах и Авдинага. И сказали царю Новохадоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это, царь. Сегодня мы сказали бы, не о чем говорить нам, царь, с тобой. Но мне еще понравилось, как Рави Давид Иосиф, он перевел это место, когда он переводил Танах. Не боимся мы ответить тебе на эту речь. И я хотел бы задать вопрос, но не для того, чтобы вы мне ответили, а для того, чтобы вы себе задали, посмотрели на свою жизнь, молодым людям. Боитесь ли вы сегодня вести себя как христиане? Боитесь ли вы сегодня одеваться как христиане? Вы знаете, интересно, сегодня одежду, которую молодежь покупает, раньше рвали на ветошь. А сегодня она стоит намного дороже, чем нормальная одежда. И вы знаете, когда-то в Зубренок моя сестра родная приехала, и там шел юноша, но тогда это был вообще пик. Сейчас это уже как бы распространено, не сильно ново. Но тогда это был пик. И части штанов его держались на отдельных нитках. Я только так могу это описать. Вот как будто его, знаете, бросили на гвозди там и протянули вот так. И что осталось, то осталось. На нитках держится. И она смотрит и говорит, и спрашивает меня, это были 90-е годы, а говорит, у вас в Зубренке гуманитарка есть? Я говорю, конечно, есть. Тогда у всех была гуманитарка. Сейчас секонд-хенд называется. Она говорит, а что вы ему штаны не можете нормальные дать? Я говорю, знаешь что, для того, чтобы тебе купить такие штаны, в которых он идет, тебе надо 3 года работать с твоей зарплатой. Потому что этот сынок, у которого в правительстве там родители работают, и эти штаны столько стоят, это они просто модные такие. Но выглядят на взгляд нормального человека, как будто он, ну, вот попал в какую-то беду. И вы знаете, это издевается, так издевается дьявол. Он во что только не одевает, он что только не делает модно. У меня на это много примеров, но нет времени. И вот эти молодые люди, они сказали так, что нет нужды отвечать. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи раскаленной огнем и от руки твоей царь избавит. Это они знали. Но они не знали, будет ли Бог это делать. Потому что дальше они говорят, если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Итак, то, что они не знали, они не знали, как будет Бог их спасать. И почему они не знали? Я еще два места священного писания приведу в пример. Это у Екклесиаста, 8 глава, 14 стих. Пишет Екклесиаст так, есть и такая суета на земле, праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я, и это суета-сует. Так бывает в жизни. Как будто бы благословения испытывают нечестивые люди и как будто одни проблемы испытывают люди праведные, которые служат своему Богу. Бывает такая суета на земле. Дальше мы читаем такое место, это у евреям 11 глава, 32 стиха. И что еще скажу? Не достает мне времени, как и мне сегодня, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне, о Еефае, о Давиде, о Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи и были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих, воскресшими, иные, но дальше написано, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресенье. Другие испытали поругания и побои, и также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и кожьих шкурах, кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, все сии, и те, которые были спасаемы, и те, которые погибали ради Господа, все сии, освидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел, а нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Вот мы живем сейчас в такое время, когда нет гонений особых таких, вот нет никаких трудностей, мы не боимся идти на собрания, вот, но это время нам дано для того, чтобы как Сидрах, Месах и Авдинага мы приняли для себя решение, будем мы питаться всем, что предлагает этот мир, или мы изберем только Слово Божье, которое предлагает нам Дух Святой. Мы изберем пути, чтобы служить Господу, или чтобы получить все возможности, которые для нас сегодня открыты. Сегодня никому из вас не скажут, не позовут, не поставят в деканате и не скажут, что вот ты отучился пять лет или четыре года в институте, вот твой диплом, и если ты отречешься от своего Бога, ты его получишь. Если нет, ты его не получишь. Сегодня так не делают. Сегодня так не сделают. И нам кажется, что сегодня все можно. Но как было тогда, так и сегодня. Выбрал ли ты в своей жизни не оскверняться от этого мира, но служить своему Богу, если ты его знаешь? Исполняешься ли ты Духом Святым, когда ты становишься на молитве? Испытываешь ли ты жажду, когда ты открываешь вот эту книгу? Хочешь ли ты еще больше знать своего Бога? Интересно ли тебе еще место Писания, которое ты читаешь далеко не первый раз, и может быть, не первый десяток раз это место, и оно открывается еще по-новому, потому что когда мы находимся в Духе Святом, мы не можем драгоценность эту видеть, как скучную вещь. Она переливается перед нами все время новыми и новыми гранями, потому что апостол воскликнул, о, бездна богатства и мудрости, и кто может открыть это, кто может постичь это. Это невозможно. Мы и в вечности скучать не будем. И там у нас собрание будет не два часа. Там будет одно собрание. Вот собрание в присутствии Господа. Вот, потому что не будет хотеться нам домой куда-то, вот, не будет нас еще что-то, какие-то нужды жать, не будет нам плоть наша болеть, как сегодня, посидевши на одном месте, она начинает болеть, то мы получим новые тела, вот, там не будет никакой болезни, там не будет скорби, там не будет никаких проблем, там будет сердце свободное для того, чтобы слушать Господа. Но, чтобы туда попасть, чтобы там прибыть, то вы сегодня должны стартануть. Вы сегодня должны приготовиться, вы должны заправить топливо, вы должны осмотреть все системы, как в ракете это делают. Вы должны заменить все запасные части, вы должны отбросить все лишнее. Когда ракета взлетает, то то, что ее держало на этой земле, оно отбрасывается и иногда сгорает в огне. Очень много, что погибает, когда ракета взлетает. Так будет и с верующими, потому что написано, что земля и все дела на ней сгоря. А когда придет Господь, то верующая, церковь Божья, она будет навстречу Господа на небесах вознесена. И вначале воскреснут умершие в Господе, а потом мы, оставшиеся в живых, во мгновение ока изменимся и там всегда с Господом будем. Но если мы приготовили, если мы сегодня выбрали, чтобы нам не оскверняться от стола царского, а он сегодня очень доступен, никто не запрещает, пожалуйста, пользуйся, чем хочешь. Вот, выгляди, как хочешь, одевайся, как хочешь, иди, куда хочешь. Но обязательно придет это испытание. И оно придет для всего народа Божьего. Но сегодня я еще заканчиваю, я хочу сказать, когда для человека индивидуально приходит это испытание. Или приходит вот это приключение странное. То, что должно было, казалось, постигнуть человека нечестивого. То первое, что ты должен знать, вот, и должен исследовать, не наказание ли это от Господа за твою неправильную жизнь перед его лицом. И если это не так, если Дух Святой открывает, то есть вещи, которые ты не знаешь. Ты не знаешь, приходит какая-то беда. Она может заключаться в нищете, в потере работы, в каком-то стихийном бедствии природном. Во многих вещах может заключаться. И то, что ты не знаешь, это то, Бог тебя избавит от этого или нет. Приходит болезнь, человеку ставят диагноз смертельный. У меня когда-то был этот диагноз гломерио-нефрит. Он по сегодняшний день не лечится. Вы знаете, потом когда-то, уже будучи верующим, я заболел камень в почке, в желчном пузыре был. И когда моя мать взяла анализы, она говорит тебе, срочно надо делать операцию, срочно ложиться под капельницу, потому что у тебя желчь в крови уже. Ты вот-вот умрешь. Я говорю, мама, она у меня сразу была неверующая, я говорю, мама, даже если бы там желчь была, вместо крови, я умереть не могу. Потому что Господь сказал мне, это еще много в моей жизни не сбылось. Поэтому моя жизнь, она зависит не от крови, она зависит не от обстоятельств земных, она зависит от Господа. Как Господь скажет, так и будет. Если нужно жить без крови, будешь жить без крови. Но это нужно иметь веру такую, она меня, на тот момент она была. И то, что мы не знаем, как Господь поведет нас, или Он избавит, исцелит нас из этой болезни, или мы умрем. Помните, когда-то одному из царей пришел пророк и говорит, ты умрешь сегодня. А он отвернулся к стене и заплакал. Что Господь сказал, от этой болезни ты не выздоровеешь, ты умрешь. Вот. И то, что мы не знаем, но то, что мы знать должны, и то, что знали это юноши, то они знали, Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Бог наш и сегодня такой же. И какая бы проблема ни была, то Бог, Он силен сделать и спасти нас из любой проблемы. Это мы должны знать, и это мы знаем из Слова Божьего. А второе, то, что мы должны знать, и мы знаем, да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. И мы должны знать, что если пришла болезнь, и тебе предлагают какие-то дьявольские методы лечения, то, что ты знаешь, что это не от Бога, то ты должен знать, что я не обращусь к этим методам, и я не пойду никаким бабкам, и я не буду использовать никакие средства, которые я знаю, что они даны мне не от Бога. Потому что этому золотому истукану, какой бы он ни был, я не поклонюсь, я буду служить своему Господу, хотя я не знаю, избавит он меня от этого или не избавит. И поэтому, да благословит Господь, что мы сегодня, не тогда, когда придет это время, еще последнее свидетельство, я скажу, когда мы сидели с пастырем, вот просто в братской, и он, так знаете, подпер голову рукой, и разговаривали там о молодежи особенно, и он говорит, как много людей отпадет, когда придет испытание. А Дух Святой возвещает сегодня, что время это изменится сильно. И он с таким сожалению, почти со слезами, он сказал, что как много отпадет. И он, я говорю, а может быть наоборот будет. Может, когда уберут эти все возможности, знаете, родители иногда говорят, вот сломать бы этот компьютер, то ребенок бы в него не лез. И я думаю, и высказал такую точку зрения, что может быть, когда это все отвалится, эти возможности, то люди обратятся тогда к Богу, когда закроется все остальное. То он мне сказал, нет, если в это хорошее время они не ищут Бога, то в плохое время они его не найдут, тем более. И вот после этой беседы Господь дал мне вот это слово, которое я вам говорил сегодня. Это открывает Дух Святой. Это не я говорю. Это открывает для нас наше хорошее время. Открывает Дух Святой. Что если наша жизнь не такова, если в твоей жизни на первом месте что-то стоит не служение Богу, пересмотри свою жизнь. Потому что время изменится, и ты потерпишь кораблекрушение в вере. И последнее, что я хочу еще благодарить и свидетельствовать. Вот я привез открытку. Здесь написано, что она мне была подарена 1 сентября 2013 года. Вот. Ну, кто меня знает и с кем я тут общаюсь, то я много рассказываю, что у нас не было покаяния и такого не было пробуждения в городе. Вот были годы, когда совсем не было крещения. У вас два раза в год крещения, а у нас одного раза не было в год крещения. И однажды, помню, я так сел вечером, ну, просто своим человеческим умом посчитал, сколько у нас людей вообще в церкви, сколько из них такого возраста, которое уже на пути в небесную отчизну, вот-вот им уже последний шаг сделать. И, знаете, так вот своим умом я сделал вывод, что когда они уйдут, то нам придется просто закрыть двери молитвенного дома и собираться где-нибудь у кого-нибудь на квартире. Будет достаточно. Одной комнаты в квартире, чтобы нам вместе собраться. Не содержать весь этот дом молитвы, мы даже не сможем это. Вот. И вы знаете, что когда начали молиться, вот, и я все равно, хотя я сделал такой вывод, но я сказал, Господи, но ты не такой. Царство твое, церковь твоя, община, это не наши люди, которые собрались вместе по какому-то поводу. Ты сказал, что врата ада, я создам церковь мою на земле, и врата ада не одолеют ее. И вот в этом году с положением рук все служители вашей церкви, молились, и это, знаете, наверное, была последняя капля. Потому что и наш служитель, Дух Святой ему говорил, что я вижу, что ты не спишь ночью, я вижу, что ты переживаешь, чтобы были служителя после того, как ты уйдешь, чтобы народ наполнял вот это помещение, которое мы построили с большими трудами. И он говорит, я все это вижу, и у меня все это под контролем. И вы знаете, действительно, вот с этого момента стала меняться вся ситуация в церкви. И вы знаете, хотя вы, конечно, цифру эту услышите, для вас это маленькое, но вы по отношению к 40 человекам, в этом году, если так Богу угодно, и все, как и оно планируется, то 6 человек будут принимать крещение. Вот. Это очень для нас много. Вот. Потому что были годы, я говорю, до этого, в которые вообще не было крещения. И пришли люди, которые были наркоманы, которые сидели большую часть своей жизни. Они пришли, один из них шел из Держинска в Вилейку пешком, потому что у него не было денег, чтобы на транспорт купить билет, и его никто не брал по пути, потому что большую часть жизни он сидел. и пришла целая семья, четверо детей и муж с женой. Вот эти муж с женой, они будут принимать крещение этим летом. Вот. И это большое. То я хочу просто сегодня, вот в этой, как братья молились за меня, вот, и в моем лице за всю ту местность, вот, за все это служение и за то, что Бог совершил, вот, эти три года мне сделали предложение братья и просвитер, чтобы нести дьяконское служение. И вот эти три года я был на испытательном сроке. А 24 числа, вот, должны озвучить дату, когда будет рукоположение. Вот. Слава Господу! Я за все, за это благодарю Бога. Я не настолько достоин, чтобы нести это служение, но это милость Господа, вот, это милость Божья. И поэтому я просто попрошу, чтобы сейчас совершили молитву, вот эту, и я совершую благодарственную, вот, я благодарю сильно Бога за вас. Вот, за это для меня практическое пособие по изучению Библии. Да. Значит, это служение подходит к концу. И вот, люди, которые ходят какое-то время на служение, но еще не определились, что им делать дальше. Люди, которые, может быть, первый раз пришли, и вы внутри слышите, у вас желание, я хочу знать такого Бога, о котором я сегодня слышал. Вы можете выйти сюда вперед, это не ваше желание, потому что написано, Дух Святой, Он производит в нас желание по своему соизволению. вы можете выйти сюда вперед. И вот эта церковь, семья целая, братья и сестры, они будут молиться, они будут благословлять вас, и ваша жизнь, я не буду вам говорить, что у вас сразу денег станет, что у вас решатся все проблемы, я не знаю, но я знаю, что проблема, что у вас были взаимоотношения с Богом никакие, и что Бог был против вас, а вы против Бога, это положение изменится наоборот, Бог станет за вас, и вы будете знать этого живого Бога, и Он будет действовать в вашей жизни, и вы получите Царство Божье. Да, вот брат напоминает, и это для нас тоже большая такая проблема, когда человек испытывает, испытал разочарование, вы знаете, было время, когда было такое учение, и говорили, что оно и сегодня существует, но оно на спаде таком сегодня, что говорили, приди к Богу, и у тебя все решится, все будет без проблем, и вот человек ходил один год, второй, третий, ему говорили, плати десятину, и у тебя появится много денег, вот приноси Богу приношение, пожертвование, и ты разбогатеешь, и эти люди получили разочарование, люди, которые думали, что верующие все такие мягкие, пушистые, что они такие несогрешающие никогда, и вдруг увидели какие-то ошибки у верующих, какие-то согрешения, и они разочаровались и ушли, через какие-то трудности они думали, что жизнь их изменится к лучшему, вот, и они испытали разочарование, но сегодня, сегодня, пожив той жизнью без Бога, вы думаете, что это сделал я зря, то вы тоже можете выйти вперед, и церковь будет молиться, потому что это тоже призыв Божий для вас сегодня, шанс вернуться и обновить свою жизнь, если то, что вы сегодня слышали, и вы смотрели в свою жизнь и думали, Господи, если бы в моей было жизни так, как часто я думаю, Господи, если бы я тебе был так верен, как ты мне, если бы я мог исполнять свои обещания так верно, как ты исполняешь свои, никогда не забывать, никогда не пересматривать их, вы тоже можете выйти вперед, и мы будем молиться, потому что это тоже вас творит Дух Святой, вот это пожелание, вот, и поэтому мы будем молиться. А мы сегодня так, Саша и Цюша, они вышли пока еще, были сегодня хорошие проповеди, служение такое спокойное, но присутствие Божьей благодати, и Господь так нужно и все, и все, и все. Давайте мы помолимся, мы сломимся на коллеги, горячее, молимся Богу, чтобы Господь им благословил, они год как стали с упругами, семья, чтобы Божья воля использовала для чужих, чтобы они могли все подключить Бога. Давайте. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, милосердный, всемогущий, чудный Бог, мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня на этом месте, Боже, что Ты вчера и сегодня и вовеки тот же, что сегодня в веянии тихого ветра, Господь, мы своими сердцами ощущаем это присутствие, Господь, мы благодарим Тебя, что сегодня братьям Ты влагаешь сердца, и они произносят это своими устами, Господи, и возвещают нам волю Твою. Вот же Ты видишь сегодня служителей, которые особенно переживают за людей, Господи, видя, что сегодня многие оставляют свое служение, что сегодня многие увлекаются этим посторонним, они говорят с этого места и не только с этого места, Господь. И мы просим Тебя, Дух Святой, чтобы Ты прошел по всем сердцам, чтобы Ты постучал во все двери сердца, Господи, если там каким-то образом оказалось место пусто, если верующий увлекся за чем-то посторонним, Господь, постучи сегодня в его сердце, Господь, постучи сегодня в его разум, Господи, чтобы пришло это сожаление не о себе, но чтобы пришло это сожаление к покаянию, Господи, приносящее спасение, слава Тебе и хвала Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя за этих молодых людей, которые сегодня вышли на покаяние, Господь. И мы знаем, что их решение для того, чтобы начать жизнь с Тобою, Господи, и они нуждаются, чтобы Ты явил Твое присутствие, чтобы Ты показал и открыл им Свое Слово, и чтобы они увидели, какая разница между служащими Тебе и не знающими Тебя, Господь. Насколько благословенно уже на этой земле быть с Богом, Господи, и насколько проклята жизнь, насколько она несчастна, когда в ней нет Тебя, Господи, когда есть присутствие чужое, Боже наш. Благослови, чтобы они начали свою жизнь правильно, чтобы они, Господь, встретились с Тобою явно, чтобы они в своем сердце услышали голос Твой, призывающий, руководящий их жизнью, что они не просто так стоят среди народа, Господи, но что они стоят в Твоем присутствии, и Сам Ты слушаешь их молитву, и Сам Ты слушаешь их сердце, Господь, и Сам Ты простираешь руки для того, чтобы взять их жизнь и повести по пути благословения. Ах, Ах, Отче, Господь, мы благодарим Тебя за это сегодняшнее служение, Боже. И я показываю братьям эту открытку, я сегодня, Господь, благодарю Тебя, что Ты, хотя это было три года назад, Господи, но Ты слышал, Господь, и Ты внял, и, может быть, это была последняя капля, Ты присоединил к молитвам служителя нашего, к молитвам нашего собрания, когда мы просили, чтобы Ты послал это благословение, пробуждение, чтобы наполнились свободные места. И сегодня мы иногда испытываем такое, что этих свободных мест нет, что нужно искать дополнительные стулья, Господи, я благодарю Тебя за это и прошу Тебя, дай нам это сохранить, дай нам сегодня увидеть и этим молодым в этой церкви, Господи, увидеть свое служение, Господь, потому что церковь Твоя это тело Иисуса Христа. И в теле, как и в нашем теле, нет ни одной клеточки, которая не была нужна бы, которая бы не работала в этом теле, не принося благословения для Него, так, чтобы они услышали призыв Духа Святого и поняли, что они не случайно оказались на этом стуле, они не случайно оказались в этом помещении, но в них нужна, нуждается церковь, нуждается тело Твое, Господи, чтобы они увидели место служения своего, Господи, чтобы, как бы говорил брат сегодня, у них появилось время делать добро, чтобы они, Господи, уничтожили какую-то суету, где-то они не посидели столько свободного времени, где-то они отбросили маловажные вещи, но взялись за это служение, которое Ты хочешь, чтобы они несли пред Тобою, Господи, чтобы еще больше прославилось имя Твое, и когда придет испытание в нашей жизни, чтобы и тогда мы могли твердо сказать, уже подготовленные, наученные, мы могли сказать, мы не поклонимся никому другому, кроме того Бога, которого мы знаем, кроме того Бога, который спас нас, который коснулся нашего сердца и изменил всю нашу жизнь, слава Ему, который всегда был нам верен, который ни одного обещания не пропустил, но все исполнил, слава Тебе, Господь наш и Бог наш. И я знаю, что братья, которые остались верны и служили Тебе много лет, в них благодарности Тебе еще больше, потому что свидетельства и опыта у них еще больше, что Бог есть верен, и Он вчера, и сегодня, и вовеки тот же, Господь. Мы благодарим Тебя за это служение, прими наше поклонение и молитву, во имя Иисуса Христа, наш чудный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Сын и Дух Святой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Затем следующее слово... Какого Иисуса ты знаешь? Или вчерашнего, или завтрашнего, или все-таки... И вчерашнего, и завтрашнего, но особенно сегодняшнего. Он вчера, сегодня, вовеки. И вот последнее слово о том, что мы можем... Что мы являем из себя сегодня, и что мы должны являть из себя во Христе будучи. Ну, я очень благодарен Богу за это собрание, и особенно за то, чем Господь его наполнил. В такой простоте, в таком тихом веянии Божьей благодати. Но я верю, что Господь трудился над сердцем каждого из нас. Давайте еще раз скажем слава Господу! Слава Господу!